Он родился в садоводстве от бродячей собаки. Целая стая там была. Но вот всех пристроили, а он самым большим был, я так поняла, в помете, и его никак не могли. Анна сжалилась над псом, и вот уже 4 года серый не бродячий, а домашний, впрочем, как и другие 16 питомцев. Пес Павлуша замерзал на автозаправке, Филю выбросили хозяева. Животным со сложной судьбой Анна находит приют. Все происходит само собой. Ну вот как-то так сложилось, прибавлялось и прибавлялось собак, вплоть до того, что вешали в пакете. Маленькая собачка там бегает, снималась здесь с дерева, то есть в морозы повесили на дерево, тоже в пакете, в наволочку завернутые щенки. Вот так росла собачья семья. Женщина стерилизует животных, кормит. Говорит, на питание ежедневно уходит 600 рублей. Анна официально не работает, помогают волонтеры. Они же и пристраивают собак по возможности, но взрослых практически не забирают. Четвероногие не кусаются, но постоянно лают. В прошлом году соседи устали от собачьего гула и подали на женщину в суд. Прокурор требует, чтобы всех собак я вывезла за собственный счет со своего участка, почистила, убрала за ними, чтобы участок был пуст и идеально чист. Но вывезти-то их куда? Их некуда вывозить в поля? Куда я их отдам? Кому? Были бы желающие, я бы с удовольствием. Но не берут люди собак. Ну, наверное, жизнь такая у нас собачья. Вариант вывезти собак в приют для животных ласка, но там все равно их выпустят на волю, уверена Анна, ведь псы стерилизованные и здоровые. На соседей сердобольной женщины это не волнует. Это, представьте, с утра до ночи гавкает и все. И вот эта вонь сейчас весной начнется. Сейчас вот у нее, если будут привозить ближе к весне опять ящики с мясом совсем подряд, то это будет опять же вонять, тухнуть. И плюс дети, если ходят сюда вот на площадку гулять, они не могут назад периодически нормально заходить, потому что они могут здесь лазить. По заверению депутата Гордума Юрия Ряполова, хозяйские собаки, самовольно гуляющие по улицам, зона ответственности управления по ветеринарии и Россельхознадзора. Последние вправе штрафовать нерадивых владельцев. Правда, сумма довольно символичная, в пределах тысяч рублей. Этим не напугаешь, поясняет, нужно строже контролировать владельцев собак. Надо бы более активно Россельхознадзору штрафовать нерадивых, потому что сплошь и рядом делают, что отпускают на ночь погулять, отпускают днем, а она не кусается. Но я повторяю, откуда этот ребенок знает, если на него бежит собачка больше, чем сам ребенок, откуда он знает, кусается она или не кусается. По правилам собаки не должны покидать пределы хозяйского участка, но у Анны животные свободно гуляют. Посадить их насильно в вольер или на цепь сложно, но гипсы пугливые. Так одного из четыроногих женщина не может даже погладить. Уже три года пес близко не подпускает. Анна уверена, что суд она проиграет и ее заставят вывести собак в никуда. Женщина надеется, что к этому времени найдет средства на переезд, чтобы больше никого не тревожить. Куда-то в сторонку, чтобы никому не мешать, но дать им дожить свою жизнь в семье.